Спасибо. Глубоко уважаемый Виктор Иванович, глубоко уважаемые коллеги, 2017 год объявлен годом борьбы с идиопатическим легочным фиброзом. Не просто так, идиопатические легочные фиброзы – это та нозология, которая стала звучать не так давно, и о ней заговорили очень активно, потому что появились препараты, с помощью которых наконец стало возможно лечить этих пациентов. Это препараты, направленные на остановку развития фиброза. Но в двух шлагах о том, что такое идиопатический легочный фиброз. Это заболевание, которое сопровождается поражением соединительно-тканного каркаса легких, несистемное в этом его отличие, неизвестной природы, потому что многие системные заболевания могут сопровождаться, совершенно аналогичные реакции. И многие процессы с известной этиологией, например, токсические альвеолиты, то же самое блеомициновое легкое, вот из наиболее известных, они тоже могут сопровождаться совершенно однотипной реакцией. Но мы говорим об идиопатическом легочном фиброзе тогда, когда мы не знаем причину этого заболевания, тогда, когда мы видим очень типичное проявление в виде сотового легкого с расположением его в суплевральных отделах и, как вы видите, отсутствием каких-либо других признаков, которые противоречат данной патологии. В настоящее время, кроме типичной компьютерно-томографической картины легочного фиброза, выделяют возможную компьютерно-томографическую картину легочного фиброза. Это та ситуация, когда мы видим все признаки фиброзирования, но при этом не видим формирования сотового легкого. Вот к этому промежуточному звену пришли потому, что выяснилось, что сотовое легкое встречается достаточно редко. И об этом мы тоже сейчас поговорим. Ну и, наконец, третья позиция – это те компьютерно-томографические признаки, которые полностью отвергают наличие идиопатического легочного фиброза, либо подтверждают наличие каких-то других процессов, которые с ним сочетаются и которые противоречат лечению вот теми самыми противофибротическими препаратами. По классификации идиопатический легочный фиброз – это часть интерстициальных пневмоний. Вот мы с вами видим, что идиопатический легочный фиброз, по мнению Тревиса, составляет большую часть других идиопатических интерстициальных пневмоний, составляет около 60%. Остальное – все редкие паттерны. И речь идет как о морфологических паттернах, так и о паттернах компьютерно-томографических, потому что это два основных метода, которые применяются для диагностики идиопатической интерстициальной пневмонии. Тут мы видим так называемый вариант неспецифической интерстициальной пневмонии, который встречается примерно в третье случаев. А остальное – это редкие, совсем редкие варианты. Обычная, острая интерстициальная пневмония, дискомативная, респираторный бронхиолит, ассоциированный с интерстициальным заболеванием легких, криптогенная организующаяся пневмония. Здесь еще нет плевропаранхимального фибра и ластоза, который тоже проявляется как идиопатическая интерстициальная пневмония. По классификации, которой мы сейчас активно пользуемся, это классификация Михаила Михайловича Ильковича, которая была модифицирована в 2016 году, выделяется группа фиброзирующих болезней легких, и среди этих фиброзирующих болезней выделяется идиопатический легочный фиброз, как это заболевание неизвестной природы, и остальные варианты фиброзирующих болезней, которые, понятно, почему возникают. Это и экзогенный аллергический альвеолит, и токсикоаллергический альвеолит, или экзогенно-токсический альвеолит, и синдром фиброзирующего альвеолита при диффузных болезнях соединительной ткани. Хочу сказать, что раньше все эти группы назывались альвеолитами с явлениями фиброза, то есть с фиброзирующими альвеолитами. Но сейчас от этой классификации отказались, и я попытаюсь до вас донести, почему, хотя это вносит очень большие сложности. Когда мы постарались отдифференцировать клинико-рентгенологически все проявления интерстициальных пневмоний, которые встретились в нашем университете, то выяснилось, что большую их часть составляет так называемая неспецифическая интерстициальная пневмония. Обычная интерстициальная пневмония, которая соответствует проявлениям идиопатического легочного фиброза, составляет всего одну пятую часть. В то же время у тех же самых больных, у части из них была проведена биопсия, и вот тут выясняется, что обычная интерстициальная пневмония составляет как раз примерно те же самые 60% от общего количества, о которых говорит Трея, в то время как неспецифическое интерстициальное пневмония встречается гораздо реже. При этом у четверти пациентов, а вы знаете, что во время биопсии легочной ткани стараются брать фрагменты из разных участков лёгкого, для того чтобы понять при диссеминированном процессе, что происходит. Так вот у четверти больных в разных участках лёгкого были разные варианты интерстициальных пневмоний. К чему я клоню? К тому, что, скорее всего, всё-таки это не разные болезни, а разные стадии одного и того же заболевания. И эта концепция стадийности заболевания, она очень широко использовалась раньше, и была очень чёткая, логическая такая схема развития этого процесса. Известный или неизвестный причинный агент вызывал стереотипную реакцию лёгочной ткани, которая проявлялась всем нам известной альтерацией, эксудацией, пролиферацией. Возникала фаза альвеолита, если она не останавливалась на этом этапе, потому что уходил агент, например, при токсических альвеолитах, или потому что прерывали эту цепь гормональной терапии. Формировался интерстициальный фиброз. Он всегда формируется однотипным образом. Сейчас есть другая версия. Я думаю, что она не очень выживет, но пока что она есть. О том, что идиопатический лёгочный фиброз – это не проявление альвеолита, перешедшего на стадию фиброза, а это немотивированное разрастание соединительной ткани в результате нарушения процесса заживления. И это немотивированное разрастание протекает так же, как другие онкологические процессы. Отсюда вывод. Раз это немотивированное разрастание, которое протекает так стремительно, подобно онкологическому процессу, и лечение его должно быть чем-то подобным онкологическому. То есть нужно остановить развитие этого фиброза. Каким образом проявляется рентгенологический? То есть в современной концепции этап воспаления из этой группы процессов с лёгочным фиброзом исключён. А раз исключён этап воспаления, значит на эти процессы не действует гормональная терапия, основной такой препарат, который направлен на прерывание отёка и инфильтрации. Как выглядит рентгенологически? Сопровождается признаками уменьшения объёма лёгочной ткани. Это первое, что мы увидим на рентгенограммах. И это то, что мы увидим лучше на компьютерных томограммах в виде высокого стояния копполодиафрагмы, в виде липоматоза компенсаторной реакции как средостения, так и липоматоза экстраплеврального, липоматоза перебронховаскулярного даже. И такие случаи описываются. Кроме этого, формирование тракционных бронхоэктазов – тоже признак уменьшения объёма в попытке скомпенсировать уменьшение объёма лёгких. Зияние пищевода, поскольку он пытается занять место, которое не занято всё той же лёгочной тканью. Если говорить о лёгочных изменениях, то на начальном этапе – ретикулярные изменения, которые потом переходят в картину сотового лёгкого. В классическом представлении сотовое лёгкое – это однотипные, однотолстостенные воздухосодержащие кисты, расположенные сублеврально, рядами. Сначала они имеют мелкий диаметр, потом этот диаметр увеличивается. Здесь мы видим типичные проявления, которые не вызывают никаких сомнений. Мы видим липоматоз средостения, эпиплевральный липоматоз, сотовое лёгкое, тракционные бронхоэктазы, зияние пищевода, то есть все признаки уменьшения объёма. Гистолог в такой ситуации видит обязательно, тем не менее, кроме фиброзных изменений, всё равно инфильтрацию клеточными элементами. Если вы почитаете гистологическое заключение, то увидите, что оно всегда будет однотипным. И в последующем фиброзные изменения с утолщением стенок, с изменением характера эпителия и с формированием миоидного склероза. Это та схема, которая сейчас кочует из одного учебника в другой, развитие фиброза без воспаления. Но если вы посмотрите, то рентгенологическая картина напоминает картину не специфической интерстициальной пневмонии в картину обычной интерстициальной пневмонии, что, конечно, очень запутывает ситуацию. Итак, мы должны искать сотовое лёгкое. Это очень простой признак в классическом его проявлении, однако бывают его разные варианты. Я вам говорила о том, что на начальных этапах образуются мелкие соты, в дальнейшем некоторые соты увеличиваются, в последующем все соты становятся крупными. И кроме того, ещё возможно сочетание сотового лёгкого с эмфиземой, когда характер сот очень меняется и расположение их меняется тоже, потому что стенка буллы вовлекается, и стенка ацинарного проявления эмфиземы тоже вовлекается в этот процесс. На начальном этапе мы можем увидеть формирование предсод, так называемый период медового месяца, всё связано с мёдом в лёгочном фиброзе, но потом эти изменения становятся стойкими, если вовремя не принять никаких мер. Какие варианты? Первый вариант – это так называемый внутридольковый фиброз, когда мы ещё не видим сотового лёгкого. Если у такого пациента гистолог проводит морфологическую верификацию, он обязательно видит соты, потому что соты в морфологическом и компьютерно-томографическом представлении – это разные вещи. Гистолог видит соты гораздо раньше, соты заполнены содержимым в гистологическом представлении, а при компьютерной томографии – это воздухосодержащие пространство. Стойкое матовое стекло, как мы видим это здесь, является проявлением внутридолькового фиброза. Мы видим, что на протяжении 7 месяцев ничего не исчезает, и функционально по диффузионной способности лёгких, по форсированной жизненной лёгкости ёмких – это пациент, конечно, представитель лёгочного фиброза. Мы не можем говорить с рентгенологической точки зрения, диапатический он или нет, это может сказать только пульмонолог, исключив все остальные причины. Участие больных, поскольку мы уже длительно наблюдаем таких пациентов, мы видим переход ретикулярных изменений, интерстиция в мелкие соты, а потом формирование в этих же участках крупных сот. Как мы видим это здесь? Мы видим, что постепенно интерстициальные изменения переходят в мелкие соты, мелкие соты переходят в крупные, крупные соты укропняются ещё больше, и мы видим изменения, нарастания функциональных, ухудшения функциональных показателей, основные функциональные показатели для пациентов с диапатическим лёгочным фиброзом, а самое основное – это, конечно, диффузионная способность лёгких и форсированная жизненная ёмкость лёгких. Когда мы видим сочетание сот с эмфиземой, картина становится ещё сложнее, потому что эмфизема вносит свою лепту. Здесь уже соты локализуются не только сублеврально, они могут локализоваться и в ядерных отделах, кроме того, они могут иметь очень неправильную форму. И третий момент. На фоне именно сочетания сот с эмфиземой мы видим очень стремительное развитие онкологических процессов, в данном случае это мелкоклеточный рак лёгкого. Мы видим, насколько быстро развивается этот процесс и как сложно он определяем даже при проведении компьютерной томографии. По данным зарубежных авторов, диапатический лёгочный фиброз встречается у пациентов взрослого достаточно возраста. Это в основном мужчина, это курильщик, он имеет профессиональные вредности, хотя уже становится непонятно, почему это идиопатический фиброз, если человек имеет такое количество поводов для того, чтобы получить этот фиброз другими путями. По данным Института интерстициальных и орфанных заболеваний лёгких нашего университета, это чаще женщина более молодого возраста, без профессиональных вредностей, она, как правило, не курит, имеет проявление активности диффузных заболеваний соединительной ткани. И вот получается, что это два совершенно разных человека, но, как правило, истина бывает где-то посередине. О том, что обычная интерстициальная пневмония, она же идиопатический лёгочный фиброз, очень трансформируется, говорят и данные зарубежных авторов. Также, вот вы видите, что до 50% с обычной интерстициальной пневмонией имеют какие-то атипичные формы, диагнозы звучат совершенно другие, прогнозы при типичной и атипичной обычной интерстициальной пневмонии тем не менее достаточно одинаковые, достаточно тяжелые. И вы видите, что по данным зарубежных авторов, ну, в общем, то же самое, что я вам показывала, 28% картины неспецифической интерстициальной пневмонии при длительном компьютерно-томографическом наблюдении переходит в картину обычной интерстициальной пневмонии, то есть мы видим формирование сотового лёгкого. Вообще, вот очень неудачные эти названия, неспецифическое, обычное интерстициальное пневмонии это перевод англоязычных терминов, которые в русском понимании не очень отличаются друг от друга. Также очень сложным является вопрос вообще первичный этот лёгочный фиброз или вторичный, потому что предшествует этому процессу проявление диффузных заболеваний соединительной ткани у 15%, но у многих больных проявление какой-то активности диффузных болезней соединительной ткани наступает после постановки диагноза этиапатического лёгочного фиброза как у нас, так и за рубежом. Какие же сценарии развития этого процесса? Самый благоприятный, насколько можно говорить о благоприятных течениях, это стабильное состояние, потому что регресс фиброза невозможен. Постепенное прогрессирование, обострение процесса, это катастрофа, и присоединение других заболеваний, которые встречаются у этих пациентов чаще, в 10 раз чаще, чем у здорового человека этого возраста, этой же популяции. Стабильное течение на фоне применения антифибротической терапии. Мы видим, что картина практически не меняется с 2011 года. В 2011 году этому пациенту назначена терапия, и мы видим, что функционально это нездоровый человек, естественно. Он на фоне такой терапии не может вернуться вспять. Это не гормональная терапия при острой ситуации, в которой можно разрешить явление отёка. Он будет стабилен, но он будет жить достаточно долго, потому что средний срок продолжительной жизни этих пациентов без назначения терапии около 3 лет, то есть очень короткая. Прогрессирование процесса, медленное прогрессирование, это переход картины матового стекла, то, что мы называем внутридольковым фиброзом в мелкие, а потом в крупные соты, и нарастание признаков уменьшения объёма лёгочной ткани. Мы видим, что на протяжении 8 месяцев увеличивается размер этих сот. Мы можем проследить самые разные этапы формирования этого фиброза, от проявлений ретикулярных изменений до мелких и крупных сот. Они обязательно сопровождаются тракционными бронхоэктазами. В какой-то период было очень много работ, посвящённых отдельно бронхоэктазам как самостоятельному признаку. Но это только вторичные изменения. Если мы видим бронхоэктазы, то мы сразу же можем говорить, что это фиброз, и не нужно их дифференцировать так тщательно с сотовым лёгким, потому что сотовое лёгкое – это более длительное существование процесса. Но и проявление бронхоэктазов тракционных тоже говорит о том, что это фиброзирующая болезнь лёгких. Вот мы видим, что по мере нарастания снижаются функциональные показатели. Вы видите, какая цифра диффузионной способности лёгких. То есть она составляет всего 12% от должного. Вот если у человека резко падает этот показатель до 12%, он не может выжить. Но эти пациенты очень адаптированы, потому что это происходит медленно. И они нам демонстрируют какие-то совершенно нечеловеческие ресурсы. Если это сочетается с эмфиземой, брат больного, которого я вам показывала только что, то такие больные, конечно, менее жизнеспособны. Это брат, который уже погиб. Мы можем оценить и начальные проявления. Пациентка, дочка, больной диапатическим лёгочным фиброзом, у неё появилась незначительная одышка, и она тут же выполняет компьютерную томографию. Мы видим, что у неё появляется матовое стекло в суплевральных отделах. Мы с вами помним, что это признак, который может быть и у здоровых людей. Но я вас уверяю, что это симптом, за которым нужно обязательно следить, потому что это может быть начальным проявлением медиапатического лёгочного фиброза. Об обострении в зарубежной литературе стали говорить примерно 10 лет назад. Вы видите, что появление обострения – это крайне негативный момент для пациента с очень высокой смертностью. У нас это обострение стало фигурировать в консенсусе, которое было создано в 2016 году. Клинические обострения проявляются ухудшением одышки, появлением кашля, появлением температурной реакции, ухудшением функциональных показателей. И, конечно, очень большую роль играют рентгенологические методы исследования, в первую очередь в компьютерной томографии. При этом мы видим появление матового стекла, там, где мы его не видели ранее, и видим появление инфильтративных изменений. Всегда момент обострения очень сложно отдифференцировать от коморбидности, от присоединения воспаления. А лечение, в общем, разное, потому что лечение обострения – это гормональная терапия, лечение присоединения воспаления – это антибактериальная терапия. У части больных может сопровождаться пневмомедиастином. Мы знаем, что пневмотораксом не осложняются такие процессы, потому что фиброз плевры не позволяет это сделать, а пневмомедиастином – очень неблагоприятный симптом. Ну и вот одна из работ, посвященная обсчету стоимости лечения таких больных, говорит нам о том, что это катастрофическая ситуация как для больного, так и для клиники, в которой он находится, потому что очень большие средства тратятся на этих пациентов. В какой-то момент, в 2016 году, с Любовью Николаевной, мы посчитали, сколько примерно у нас было обострений, и вот вы видите, что два пациента погибли. Оценить обострение, ещё раз говорю, достаточно сложно, при этом его ставят эмпирическим путём, проводят, естественно, исследование мокроты на наличие самых разных возбудителей. Мы видим появление инфильтрации там, где раньше были только фиброзные изменения. Мы с вами видим, что эта инфильтрация носит как интерстициальный, так и альвеолярный характер. Причём обострения у пациентов с неспецифической интерстициальной пневмонии протекают ничем не лучше и кончаются так же тяжело. Мы видим, что картина скорее напоминает не специфическую интерстициальную пневмонию, видим при обострении появления пневмонезиастинома и нарастание двухсторонних интерстициальных изменений. Из коморбидных процессов, конечно же, в первую очередь это присоединение воспаления. Пациенты с идиопатическим лёгочным фиброзом, вообще с фиброзирующими заболеваниями, более подвержены этим процессам, чем, например, пациенты с другими диссеминацией, чем саркоидоз, например. Кроме того, у них очень часто встречаются тромбоэмболии, часто они пропускаются, потому что это и так тяжелое больное, у него и так одышка, у него есть кашель, у него может быть кровохарканье, боли. Он не очень обращает внимание на ухудшение своего состояния, потому что он к нему адаптирован, и пропустить эти изменения бывает достаточно просто. Ну и, наконец, у этих больных очень часто развиваются раки. Вот точно так же, как при циррозах печени, когда это состояние является облигатным предраком, также при циррозе легкого опухоли и, в первую очередь, периферические опухоли развиваются гораздо чаще. Чаще всего это аденокарциномы, то, что мы назвали бы ранее бронхиолоальвеолярным раком, но могут быть и центральные опухоли. Здесь мы с вами видим, что произошло развитие центрального рака нижнедалевого бронха слева, достаточно короткий промежуток времени. Периферические опухоли имеют очень своеобразные паттерны. Они имеют все признаки другие аденокарциномы. В ней мы можем увидеть вот эти воздухосодержащие полости, симптом мыльных пузырей, которые в последующем могут зарастать, опять появляться. Это, с одной стороны, воздухосодержащие уже существующее пространство, соты, которые обтекаются опухоли, а в последующем всё-таки замещаются ей. С другой стороны, разрывы в лёгочной ткани. Ну и я вам уже показывала пример очень быстрого развития мелкоклеточного рака лёгкого. А здесь пример развития аденокарциномы, множественную у пациентов с сочетанием идиопатического лёгочного фиброза с хронической обструктивной болезнью лёгких и сочетанием с сотами. Мы видим, что сотовая лёгкая здесь расположена не только в сублевральных, но и в ядерных отделах. Мы видим, что форма сот очень меняется под влиянием эмфиземы. Мы с вами видим лимфоденопатию и видим узлы в лёгочной ткани. Нужно сказать, что лимфоденопатию очень часто сопровождают такие процессы. По сути, это хронический процесс в лёгких, который обязан отражаться на состоянии лимфатической системы, и лимфатические узлы обязательно у этих больных гиперплазированы. Но если они меняют свою форму, если они значительно увеличиваются, тут уже надо бить тревогу. Грустное такое наблюдение. Вы видите, что это 1 января 2017 года. Пациент длительным стажем курения, около 30 пачек лет, обращается в частную клинику. Ему выполняется компьютерная томография. У него температурная реакция, усилился кашель. Всё то, что характерно для обострения хоббл. Ему ставят диагноз хоббл, и пациент, получив это лечение, выполняет контрольную компьютерную томографию. Мы с вами видим, что ничего не поменялось, что этот хоббл необычен, согласитесь, что хоббл не должен так выглядеть. И уж на фоне хоббла не должны мы видеть мягкотканные узлы, которые принимают за пневмонию. Видимо, что-то смущает рентгенолога также, потому что выполняется ещё одно контрольное исследование 25 января. Мы видим, что картина стойкая, хотя пациенту клинически становится, естественно, лучше. Это понятно, потому что на фоне терапии, которую назначил пульмонолог, воспаление уменьшается. Ну и дальше он появляется у нас уже в мае. То есть проходит очень короткий промежуток времени. Мы видим, что здесь уже полная катастрофа. Пациент не понимает, что с ним происходит, выполняет ПЭТ. Мы видим огромные лимфатические узлы, которые метаболизируют активно. Мы видим, что это множественная опухоль, которая увеличилась в объёме. Это очень типично именно для сочетания эмфиземы лёгочного фиброза. Тромбоэмболия протекает также достаточно незаметно. Почему? Потому что на фоне диссеминации эти изменения плохо видны. Типичные проявления обычной интерстициальной пневмонии, сотовая, лёгкая, появление участка инфильтрации, которая не очень характерна. Оно треугольное, широким основанием прилежит плеври. Мы видим, что у него расширен ствол лёгочной артерии, но у него вообще расширены полости сердца. Поэтому первое, что нужно сделать в такой ситуации, это ангиография. Если невозможно сделать ангиографию, компьютерно-томографическую, значит перфузионную сцентиграфию, для того, чтобы увидеть, что же на самом деле происходит с кровотоком в этом участке. Мы видим при ангиографии, что он не накапливает контрастное вещество. Мы видим дефект контрастирования. Картина тромбоэмболии, которая ухудшила течение диапатического лёгочного фиброза. Ну и, наконец, воспаление. Нам с вами видно, что ничего толком не высеивается в этих ситуациях, потому что больного эмпирически начинают лечить достаточно быстро. Вообще это больные, с которым пульмонологу очень сложно работать, и он применяет все меры, в том числе и реанимационные. Если это не сделать сразу же, то просто он может погибнуть. Модель диапатического лёгочного фиброза была изучена, как вы знаете, на блеомициновом лёгком. И здесь мы можем проследить, насколько тяжело пульмонологу работать с такой ситуацией. Пациент с блеомициновым лёгким, который возникла на фоне лечения лимфомы Ходжкина, мы знаем, что блеомицин очень широко применяется. Мы знаем о его побочных эффектах, но не у всех развиваются осложнения, а при этом он достаточно хорошо работает, и мало что можно использовать в виде альтернативы. Типичная картина токсического альвеолита. Токсический альвеолит имеет другой характер, он локализуется. Во-первых, это инфильтративные изменения, они внесегментарные, они раскоризуются где угодно, в том числе в ядерных отделах. Вообще локализация в ядерных отделах говорит о быстроте процесса и о том, что этот процесс может регрессировать. Действительно, на фоне проведения глюкокортикостероидной терапии мы видим, что интенсивность и распространённость изменений уменьшилась, но появился пневмоторекс. Модель та же самая, исследовательные осложнения те же самые. Ему клинически становится лучше, но в какой-то момент возобновляется лихорадка, повторно проводится ему компьютерная томография, мы видим, что теперь уже эти изменения локализуются в нижних отделах, что они уже носят совершенно другой характер, они располагаются субплеврально. И если мы посмотрим, то в тех отделах, где появились эти изменения, была картина матового стекла, которой не было на предыдущих компьютерных томограммах. Пациент находится в иммунодефиците, это типичная картина развития иммунодефицитной пневмонии, пневмоцистной пневмонии с переходом отечной ее стадии в атоликтотическую стадию, назначенное лечение, но очень критикуют объем бисептола, инфекционисты, но они просто не работают именно с такими очень тяжелыми больными, у которых буквально какой-то миллиграмм плюс, миллиграмм минус вызывает тяжелые токсические осложнения. Быстро делается контрольное исследование. Для чего? Для того, чтобы понять вообще попали в точку или нет, если мы посмотрим на эти изображения в легочном электронном окне, то толком нам не очень-то понятно, насколько эта ситуация изменилась. Но если мы их будем оценивать в мягкотканном электронном окне, нам видно, что эта ситуация, безусловно, сдвинулась с мертвой точки, что человек на правильном пути. Но что развивается у него в конечном итоге? Модель все равно работает, и развиваются изменения, очень сходные с легочным фиброзом, который мы наблюдаем в идиопатических состояниях. В нескольких словах и неспецифическая интерстициальная пневмония, вот так же, как и обычная интерстициальная пневмония, это морфологический паттерн, морфологический паттерн, который не всегда соответствует компьютерно-томографическому паттерну. Считается, что это изменения более благоприятные, что они проявляются картиной матового стекла, что они имеют большую возможность регресса. Однако в последние годы стали выделять так называемый фиброзный тип неспецифической интерстициальной пневмонии, когда мы видим матовое стекло, и почему-то это матовое стекло не проходит. Почему? Потому что это просто тип фиброза, который логично назвать внутридольковым фиброзом, поскольку он никуда не исчезает. Мы видим здесь стойкие изменения с формированием тракционных бронхоэктазов. Они сразу же нам позволяют сказать, что уже на этом этапе изменения существуют достаточно давно. В результате чего могут возникать и вообще механизмы развития интерстициальных пневмоний. Вот тяжелый свиной гриб, который у нас был в прошлом году, он позволил нам создать, приблизиться к другой модели формирования легочного фиброза после перенесенной вирусной инфекции. Мы с вами видим типичную картину гриппозной пневмонии. По сути, это участки геморрагического пропитывания, которые располагаются субфлеврально, очень плохо видимые при обычном рентгеновском исследовании. И при этом пациент находится в крайне тяжелом состоянии. Как правило, это реанимационный больной. Пациент выздоровел. Мы с вами понимаем, что он может ходить на работу, но при этом функционально он остается достаточно тяжелым. У него остаются вот такие пластинчатые изменения, которые могут сохраняться достаточно длительно, а при крайне тяжелом течении свиного гриппа. Это молодой человек, которому посчастливилось чудом выжить, потому что мы видим здесь все этапы гриппозной пневмонии, присоединение респираторного дистресса, синдрома с ватным легким, частичный регресс респираторного дистресса синдрома и участки формирования сотового легкого. То есть вот эти механизмы запуска и фиброзирования, они, конечно, очень сложны, не очень понятны, но в любом случае, когда пациент выходит на этап легочного фиброза, он нуждается в назначении противофибротической терапии, которую сейчас уже начали очень активно применять. И, наконец, последний вариант легочного фиброза – это плевропаранхемальный фиброэластоз. Это вариант, о котором стали говорить совсем недавно. Он очень отличается рентгенологически, но очень похож функционально на другие варианты легочных фиброзов. Рентгенологические изменения локализуются преимущественно в верхних отделах, сопровождаются кистообразованием, сопровождаются развитием пневмотораксов, сопровождаются участками корнификации легочной ткани. Очень активно сейчас этот процесс изучается не только нами, но и зарубежными коллегами. Были доказаны генетически схожие корни с идиопатическим легочным фиброзом. Уже были попытки пересадки лёгких у таких больных. Вообще пересадка лёгких у пациентов с легочным фиброзом – это очень сложное дело, потому что плевра вовлекается в процесс. Мы тоже пытались проанализировать этих больных, и выяснилось, что это у нас в основном дамы, в основном молодые дамы. Есть, кстати, версия, что это переход экзогенного аллергического детского альвеолита, потому что, как ни здесь, в детской аудитории, вспомнить о том, что у детишек из интерстициальных заболеваний именно экзогенный аллергический альвеолит лидирует. То есть, таких процессов и может запускать процессы фиброзирования в последующем. Гистологически у этих пациентов развивается сотовая лёгкая, но с очень выраженным поражением прилежащей плеврой. И вот типичная картина. Сохранение объёма лёгких – раз. Максимально выраженные изменения в верхних отделах – два. С участками корнификации лёгочной ткани, с образованием кист, с участками формирования сотового лёгкого, но со всеми признаками другими – уменьшение объёма, с тракционными бронхоэктазами, с формированием липоматоза средостения, с развитием лёгочной гипертензии, видимой при компьютерной томографии. Такое типичное наблюдение. Девочка молоденькая. Уже на этом этапе мы видим, что, несмотря на то, что диафрагма стоит низко, имеются фиброзные изменения в лёгочной ткани и формирование признаков липоматоза, дальше больше появляется пневмомедиастину, то есть происходит обострение этого процесса. Детский пульмонолог тщательно следит за этим состоянием, и мы видим, что на определённом этапе появляются часовые стёкла, мы видим, что нарастает давление в лёгочной артерии, мы помним, что норма до 25, но, однако, эта тенденция очень неблагоприятная. И вот один из последних её визитов. Пациентка молодая и функционально сохранна, но, тем не менее, эти изменения нарастают, и, конечно, она один из тех претендентов, которые в последующем будут нуждаться в пересадке лёгочной ткани. Резюмируя, хочу сказать о том, что лёгочные фиброзы очень разнообразны, и, по всей видимости, выделяя морфологические подтипы как основные, мы стоим не на очень правильном пути. Наверное, мы должны искать признаки фиброзирования лёгочной ткани, которые помогут пульмонологу, терапевту, который работает с этим пациентом, сориентироваться в плане лечения. Ещё в чём мы можем помочь, так это в оценке коморбидности, потому что в этой ситуации, в этой тяжёлой группе больных, тактика ведения полностью меняется. Я вас поздравляю с наступающим Новым годом. Мне в связи с моим докладом вспомнился Гийом Конкерант, более известный у нас как Вильгельм Завоеватель. Известная история произошла с ним, когда он высаживался в 1066 году на английскую землю для того, чтобы её завоевать. Не удержался на ногах, упал лицом в грязь, рыцари, сопроводавшие его, страшно зашушукались и сказали, ага, ага, неблагоприятная примета, всё пойдёт не так, как хотелось бы. Он встал и, показывая грязные руки, сказал, наконец-то, английская земля в наших французских руках. Я вам желаю все неприятности превращать в свои победы и хорошего Нового года. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ